Так, ну и снова у нас включение студии. Напомню, Игорь Григорьевич Петров у нас сегодня в гостях. Это президент футбольного союза ДНР, игрок футбольного клуба «Шахтер». Добро пожаловать. Добро пожаловать в наш эфир. Итак, готовьте вопросы. Пока пару слов о себе. Еще раз, если можно, нашей аудитории. В 80-м году, в 16 лет, меня пригласили в дубль «Шахтера». Я учился в 9-м классе. Меня поставили на ставку. И в 9-м классе я уже получал зарплату. И уже 18 лет я дебютировал в высшей лиге Советского Союза в игре с Невчибаку дома. Матч закончился 0-0, выйдя на замену. Я помню, как будто игра была вчера. Мог отличиться, но, к сожалению, мяч попал в штангу. Вот такие первые впечатления. Боевая закалка произошла довольно-таки на большом уровне в раннем возрасте. Поэтому приятно. Это послужило серьезной мотивацией, скорее всего, к дальнейшему развитию. На какой позиции вы играли? Я играл, была позиция под нападением. Сейчас такой позиции уже нет. Сейчас другие немножко схемы футбольные. Но тогда я располагался под двумя нападающими. И через меня строилась игра. Игра. Ну, через этого футболиста, который играл под нападением. В основном строились атаки. Я играл именно в этой позиции. Насколько точная информация? Вы сыграли более чем 400 игр официальные и забили в них 119 голов. Ну, 123, если быть точным. Там немножко упустили несколько мячей. В моей карьере был этап израильский. Я три ударил в Израиле. И вот эти мячи там немножко упустили. Но сейчас все восстановлено. То есть это достаточно хорошая эффективность, насколько я понимаю? Ну, для полузащитника, да. Для полузащитника. Ну, давайте тогда к нашим реалиям все-таки. Мы находимся в Донецке. Тут сейчас совершенно не спортивно с ним поступают. Вы в Донецке живете? Ну, конечно. И жили здесь, когда все началось? Ну, где-то 7 месяцев я был в Крыму. После этого я вернулся. Начали создавать футбольный союз. Вот. Довольно-таки долго. Мы не могли месяцев пять провести конференцию. Вот. Но в июне месяце 15-го года мы ее провели. И после этого, это уже было лето, нужно было начинать чемпионат. Но так как это лето и полноценно уже некогда было его проводить, то, что мы до холодов бы не успели это сделать, мы решили провести первый кубок ДНР по футболу. Так как, ну, неожиданный момент какой был, что мы думали, будет команд там, если мы 6-7, но оказалось, что хотят участвовать в первом кубке 20 команд республики. Это просто было для нас неожиданность. Такое тяжелое время. Города под обстрелами, там, допустим, Допучаевска. Они хотят играть в футбол. И мало того, они хотят играть в Допучаевске. Поэтому вот здесь были трудности в плане того, что команды боятся выезжать. Нам пришлось отказаться от Допучаевска, хотя там очень сильная команда была. Но тем не менее, кубок этот мы провели. Все команды, это было игр, где-то 92 игры мы провели без всяких срывов, без всяких проблем. И все игры состоялись. И венцом всего этого стал финал на стадионе «Металлург» при 4000-й аудитории. Вот. И команда «Победа» с Макеевкой. И победа победила в этом матче. Ну, символическое название «Победа». И победа стала первым угладателем Кубка ДНР по футболу. Поэтому такой момент приятный. У вас есть в карьере период, когда вы занимались тренировочной деятельностью футбольного клуба в Черкассах, если мне память не изменяет? Да, я был 10 лет тренером футбольного клуба «Олимпик». То есть, весь этап мы прошли от любительской команды и до профессиональной, да. Сейчас здесь не тренируете? Сейчас нет. Сейчас только организационные моменты. Ну, вообще, конечно, зная, как проводились раньше в СССР, такие, такого уровня соревнования, как они проводились на Украине, уже современная, возможно, еще и какой-то международный опыт вам знаком. Это, конечно же, дает определенный багаж знаний для проведения таких соревнований. А есть какие-то собственные наработки в этом? Или же достаточно того, что уже мир знает? В плане футбольного? Да. Как тренера? Как тренера, как организатора футбольного соревнования. Ну, во-первых, я начну с того, что когда я был футболистом, мне казалось, что всю тренерскую деятельность я знаю, что сейчас меня поставили. Я без проблем начну тренировать, и команда будет выигрывать, и так далее. Ну, это, наверное, заблуждение всех молодых футболистов, которые амбициозные и которые неплохо играют. Но когда сталкиваешься непосредственно, уже нужно руководить командой, тебе доверили, то ты уже понимаешь, что, оказывается, это совсем другая работа. Это не то, что ты думал и как ты думал. А футболисты всегда заботятся, его нянчат, ему помогают, ему ограждают от всех проблем. А когда ты становишься тренером, оказывается, что тебе нужно уже заниматься этим, ограждать футболистов, и мало того, еще нужно приносить результат. Поэтому, как оказалось, уже я из своего опыта говорю, что пришлось перестраиваться, опять учиться заново, опять наработки уже тренерские делать, опять анализировать, что-то менять, что-то добавлять. Поэтому это совсем другой процесс, и, конечно, всему надо учиться. Также и вот сейчас я столкнулся, стал президентом футбольного союза, это опять другая работа. Опять нужно мне вникать в нее, чему-то учиться. Безусловно, опыт мой мне помогает. И то, что я был футболистом, и то, что я руководил 10 лет коллективом, это бесследно, конечно, не проходит. Но все равно какие-то есть новые моменты, и все время, чтобы развиваться, нужно учиться, и чтобы идти вперед, всегда нужно что-то вносить новое. Поэтому век учись, век живи, век учись, это, наверное, так оно и есть. — А можно тогда от Вас получить информацию такого рода? Мы знаем, что любой процесс представляет собой некое развитие. Можно сравнить, к примеру, какой футбол ДНР сейчас и каким Вы его видите через, допустим, 5 лет? — Ну, я хочу сказать, если взять сегодняшний футбол, то он находится, наверное, на отметке такой, как бы делает первый шаг. Потому что профессионального футбола нет. Здесь все привыкли к профессиональному футболу. Уровень всегда в республике был очень приличный. Здесь много своих футболистов всегда было. Потом уже, когда начался после 91-го года, когда можно, вот этот развал полностью нулевой произошел, вот, и большая группа была, я хочу сказать о чем, преемственность была. То есть росли люди свои. Они попадали в команду. В команде был костяк, который был в команде, ну, там, 10 лет, 7-10. И вот они уходили, был рост. Вот поднимались и тянулись. То есть футбол — это же игра не только нужно бегать и бить мяч. Это же нужно наблюдать. Учишься же не только, когда ты сам тренируешься. Ты даже смотришь, потом ты стараешься повторить эти моменты. Поэтому и когда ты видишь, что тебе нужно расти, и ты видишь, на кого нужно равняться, это очень важный момент. Тогда у тебя есть рост. Сегодня у нас футбол такой, ну, можно сказать, людей большого уровня сегодня, профессиональных. В этом футболе нет. Много молодежи у нас в республике. Поэтому тянуться, вот момент какой, зачем тянуться? Здесь есть некоторые футболисты, которые прошли, ветераны прошли школу. Вот, наверное, за ними, вот сегодня нужно этим молодым футболистам тянуться, чтобы расти. Команды есть, молодежь талантливая есть. Сегодня проблему я вижу в чем? Тренерские кадры. Очень важный момент. Все люди, которые здесь работали с лицензией, которые дают право тренировать профессиональные команды. У ЕФА, ФИФА у нас практически нет, очень мало, тут несколько человек. Но массовость большая, в футбол много играют. Поэтому вот сейчас у нас задача продумать, как нам открыть школу. Школу судейскую, когда мы столкнулись в прошлом году с судейством, оказывается, игры есть, судей не хватает. Мы сразу открыли судейскую школу. У нас есть профессиональные судьи, которые судили чемпионаты Союза и чемпионаты Украины, высшую лигу. Вот, несколько человек взялись за эту школу. Поэтому у нас уже в этой школе учатся 20 арбитров, которые уже потихоньку начнут обслуживать в этом году чемпионат Республики. А какой возраст у людей? Берем мы всех. Это, понимаете, массовости нет, чтобы было большое желание учиться. Но ребят как-то вот уговаривают там некоторых, некоторые сами приходят. Но сам факт, что они есть, и с них можно будет сделать людей, которые будут обслуживать матчи. Вот такая проблема с тренерами. Но так как эти все школы, они под эгидой FIFA и UEFA, сегодня наш Союз не может, так как мы не признаны, эту школу официально открывать. Но тут другой момент, что нам некогда ждать. У нас есть специалисты, кто может учить эту молодежь, чтобы они учились тренерскому делу. Поэтому вот сейчас мы с министерством как бы обдумываем, как это сделать. Потом мало того, что это надо сделать, нужно найти ставки, как это все. То есть сейчас в процессе мы думаем, как нам это все сделать. Поэтому работы очень много. Сейчас мы находим, мы даже полшага еще не сделали, хотя мы вот уже скоро год нам. Поэтому все время нужно что-то делать. Сейчас коснулись к другому. В республике стадионы все, в Донецке, в Макеевке, в Янакиево есть стадионы, на которых можно играть. Остальные стадионы проблематичные. Сегодня нужно их восстановить хотя бы минимально. Раздевалки, душевые, трибуны, подкрасить там крыши. То есть вот такая, казалось бы, мелочь, но в тяжелое наше время сегодня некоторые города под обстрелом. Это сложно сделать. Но, тем не менее, мы об этом не забываем. Мы все время это обсуждаем и хотим, чтобы было развитие. Сегодня нужно нам опуститься и заняться нашими детьми, чтобы дети могли ходить, приходить на стадион, оторвать их от улицы, от этих компьютеров. Потому что в школе сегодня такая проблема. 30 учащихся, 8 человек только могут заниматься спортом. Ну ладно, там еще мамы какие-то сделали, там 3-4 справки. Но половина детей не может просто выйти на физкультуру позаниматься. Но это ненормальное явление. Поэтому нужно... Не может, в смысле не хотят? Ну кто-то не хочет, я не исключаю. И такое есть. Но нужно как? Вы хотите, чтобы у вас были здоровые дети, и вы не пускаете на физкультуру. Понимаете? А потом мы говорим о здоровой нации. А как же она будет здоровой, если он просто не может пробежать круг вокруг школы? Ну это ненормальное явление. Поэтому вот сюда нужно опуститься вниз сегодня, проанализировать вот эту работу, что творится внизу. Как нам колыхнуть, чтобы пошло... Не хватает в школе мячей элементарных. Три мяча на дошколе футбольных хотя бы, там и два баскетбольных. И с этим проблемы, понимаете? Поэтому работы очень много. Но мы понимаем, над чем нам надо работать, и мы будем стараться вместе. Вообще, такой интересный опыт, на мой взгляд, такой именно кризис-менеджмент такой получается. Какие-то еще точки кризисные, какие видите? Кроме тех, которые вы обозначили уже. В спорте? Да, например, такая ситуация. Можно ли, существует ли вообще возможность... Мы как-то с министром спорта общались здесь, вот в этой студии, и говорили о том, что, в принципе, интересно было бы приглашать сюда молодые команды из других районов Донецкой области. Других каких-то городов. Было бы интересно, то есть, вот он согласился, да, со мной, что это достаточно интересно. И вообще, существует ли такая возможность хотя бы пригласить, допустим, команду Краматорска на чемпионат в Донецк? Молодежную, например. Ну, вы понимаете, в принципе, то это можно сделать. Вы же знаете, футбольный мир, он тесен. Конечно, мы всех футболистов и всех руководителей, кто на той стороне, мы их прекрасно знаем, с ними знакомы, до сих пор мы с ними общаемся, и там половина наших друзей. Возможно, но сама политическая обстановка, даже если взять, они бы согласились, кто пустит через блокпост, которые там могут стоять по 12 часов, не проезжая, то есть, вот здесь возникают чисто технические трудности, даже если мы отбросим политические, просто спорт вне политики. Даже сам переезд, родители отпусти своего ребенка, потом бывают обстрелы блокпостов, вы уж видите, что произошло сейчас. Поэтому тут политика, политика. Это как раз, я к чему? Это как раз, возможно, помогло бы избежать этих обстрелов блокпостов, когда ты фактически заставляешь вот ту другую сторону контролировать этот процесс. Да, но кто на себя возьмет ответственность? Мама спросит, вы возьмете на себя ответственность, что проедет и он живой? Ну, я не знаю, кто даст гарантию, кто там обколанный какой-то, обкуренный возьмет, не стрельнет. Ну, такое же тоже может быть. Поэтому здесь есть проблема. Я понял. Ну, да, на самом деле… Да, это как бы, если взять самих организацию этих соревнований, мы ее организуем за три секунды. Потому что, я говорю, там есть друзья, именно футболисты, которые также занимаются спортом, футболом, развитием футбола. Поэтому в этом, в организации проблемы не будет, чтобы созвониться и договориться. Но тут пойдет дальше вот эти вот вопросы безопасности и так далее, и форматы соревнований. Интересно было бы все-таки посмотреть на дружеский матч ДНР-Украина. Да, и мы не знаем, что там думают, с той стороны, поэтому политики, я имею в виду. Футболисты тут думают только за проведение соревнований и за мир. И за то, чтобы спорт был не политик. Поэтому, как политики. Так, здесь еще были вопросы. Какие вакансии у вас есть и где можно посмотреть какую-либо информацию? Вопросы с чата. У нас есть сайт футбольного союза. Можно? Футбольный союз ДНР называется. Вот, мы ВКонтакте. Мы ВКонтакте. Сейчас мы передали сайт буквально вчера новому человеку, который будет им заниматься. У нас же это все, сразу скажу, что в футбольном союзе еще деньги не получают, ни зарплаты, ничего нет. Поэтому, все, что мы делаем, это все бесплатно. Вот так вот выглядит сайт. Люди, да. Покажу. Ссылку на сайт я скинул в чат. Помогают безвозмездно. Вот. Но мы думаем, что в скором времени у нас все наладится, и мы тоже начнем получать зарплату, потому что люди работают каждый день и в выходные, и иногда спрашивают дома жены, куда вы ходите. Как можно ходить год на работу и не получать зарплату. Поэтому мы тоже будем развиваться. Сейчас мы спонсоров ищем на чемпионат. Поэтому я думаю, что будет все хорошо. Ну а волонтерские вакансии какие-то открыты у вас? Да, у нас на самом деле, у нас много, больше 15 комитетов у нас в футбольном союзе. Детский футбол, женский, инвалидный, мини-футбол. Кстати, у нас очень хорошая команда инвалидов, которая, выезжая в Россию, все время выиграют турниры. Поэтому даже девчонки у нас играют. Сейчас будет кубок ДНР среди девчат. И где-то 6-8 команд может будут участвовать в республиканских соревнованиях. И вообще я хочу сказать, что даже удивительно, какой-то футбольный бум. Казалось бы, тяжелое время, война. Мы на зимнее первенство, 30 команд у нас играло. Если раньше играло в Донецке, их 10, в хорошие времена, когда войны не было. Сегодня 30, мы даже разбили их по городам. Там, Енакиево, Макеево, Донецк, по 10 команд. И потом провели уже пульку среди лучших. Поэтому в мини-футболе в городе играет 49 команд. Просто как будто соскучились люди так по футболу. Сейчас в Горловке прошел, кубок начался на шахтном стадионе. Тысяча болельщиков пришло на кубковую игру в Горловскую. Вы представляете, как люди соскучились по футболу. У меня во дворе коробка баскетбольно-футбольная, ну такая классическая стоит. Детишки играют в форме, в бутсах по асфальту, по асфальтному покрытию, бетонному. Нормально? Да это нормально. Я вообще не помню, в детстве у нас только асфальт был или какие-то опилки, или буряны какие-то. Понимаете, сегодня в городе здесь синтетические поля, форма красивая. У нас, я не помню, кеды проблема была. Выходили и босиком играли. Ну, закалка была, и никто не запрещал. С утра до ночи выходили, ходили по улице, играли в футбол во все игры. Зимой, хоккей, летом, какие только с мячом игры есть, все игралось. Поэтому, наверное, и поколение было чуть поздоровее. Вот у кого еще спросить, как не у вас такой, ну извините, что все-таки немножко политический вопрос. Спрашивают в чате, опять ультра свернуться, как вы вообще к этому феномену относитесь, к такому радикальным болельщикам? И как получается, что они выходят из-под контроля и становятся какой-то силой, которая уже не от спорта, а от политики? Сегодня мы взяли в союз, ну они хотели называться ультрасом. Молодые ребята, которые действительно болельщики, ну почему-то они хотели называться ультрасами, но после того, как мы с ними побеседовали, в общем-то они согласились, что ультрас тут ни при чем, они любят футбол и хотят зрелище, и хотят присутствовать на стадионе и нормально болеть. То, что касается вот этих вот переломов, ультрасы, все-таки, мне кажется, тут задействована где-то политика. Кто-то, что-то туда, наверное, кого-то внедряли, потому что нормальный болельщик, который хочет поболеть, но они же есть, они же есть и в Германии, мы видим. Там полные стадионы, болеют нормально, раздетые стоят, да, у них есть какие-то свои заморочки, но как бы вне политики. Когда англичане, вот тот момент был, когда Англию лишили еврокубков там на 3-4 года, болельщики там были ультрас, когда там что-то они начудили, со смертью, по-моему, там еще было связано, и их рубанули. После этого Англия, болельщики, самые воспитанные болельщики в мире. Поэтому кто-то извне все равно, мне кажется, вмешивается. То есть происходит внедрение в среду болельщиков? Думаю, да, потому что, ну, это понятно, что эти люди, что они творят, к футболу имеют малое, маленькое отношение. И футбол они не любят. Они любят другие моменты какие-то, ощущения им нужны, эти острые, куда они хотят стрять, влечь, мне кажется. Это мое мнение. Ну да, если учесть, что еще у этих болельщиков, так скажем, внештатное обучение проходит, там это уличный бой, главное говоря, ну, становится немножко странно, да, вот как вот ты болеешь за футбол, и вот обучение там драки стенка на стенку, например, ну вот так вот, это где вообще, как и почему это рядом должно быть? Не совсем понятно. Это совсем другая статья, как говорится, этой истории. Поэтому ее надо изучать, ее наверняка и изучают, и проблема на самом деле существует, это мировая проблема. Потому что, ну да, вот эти страны цивилизованные, Германия, Англия, которые, да, болельщики нормальные, но вы туда отъедьте, там, чуть дальше, там, Хорватия, там, Сербия, где, та же Венрия. Я, поехали мы с Шахтером, я уже не помню, на сборы, и в Венгрию. И пошли на один матч, там, Ференц-Свараш играл с кем-то. И вот, проходя, болельщики тоже там, ультра, и шли мы на стадион, и они, ну такая аллея огромная. И вот они, и шла там, толпа человек, наверное, 40. И вот по пути, они, то подзатыльник кому-то дадут, то вот, и вот пока они вот прошли, и были постраданы, ну не все там, подзатыльник толкнут кого-то, плюнут куда-то. Невежливо. То есть, проблема существует, проблема мировая, и с ней что-то, конечно, нужно делать. Ну, в ДНР такой проблемы нет. Ну, опять же, сейчас эту группу болельщиков, мы с ними дружим, мы с ними общаемся, мы пытаемся помочь им транспортом, когда мы выезжаем на какие-то соревнования. Вот, поэтому, если нормально общаться, я думаю, что все будет в порядке. А мы должны только помогать. Не терять и помогать ребятам, да. Они нормальные ребята, конечно, понятно, что молодежь. Там приехали, мы поехали в Луганск на игру, на мини-футбол, по мини-футболу. Ну, они, руководство присутствовало, Луганское на матче, ну, там пару человек сошли с ножами, да. Ну, они не пьяные наши были. Ну, забыли выложить, резали там паек, колбасу, там, это, забыли выложить. Ну, все равно уже дело. Пришлось ждать их пока, там, их полиции. Забирать полиции пока. В общем, да, были, были. Понятно. Главное, главное не пропустить тот момент, когда. Не, не, не. Все, хорошо. Тогда мы спокойны. В этом плане. У нас осталось буквально две минуты. Если есть вопросы какие-то, ребята, задавайте в чате. Вот, например, вопрос такой. Можете посмотреть. Кто победит на чемпионате мира по футболу, спрашиваю. На чемпионате мира победит? Да. Так он еще ж не скоро. Или в Европу? Сейчас же Европа. Ну, вот спросили про чемпионат мира. Если можете, сделайте прогноз на Европу. Будет интересно. На самом деле, прогнозы, это такая вещь неблагодарная. Согласен. Вот. Но есть несколько сборных, которые всегда, да, несколько стран, которые являются фаворитом. И они все, все о этих странах, о этих командах знают. Это Германия, Франция, это Италия, это Англия. Наверное, вот эти команды и костяк составляют вот этот кулак выигрышный. Вот. Ну, а вы же знаете, что футбол дело такое, что может победить. Каждый, когда датчане тогда выиграли, вообще не должны были ехать на чемпионат Европы. Вот. Приехали и выиграли. Поэтому греки сюрприз преподнесли. Да. Ну, тут подсказывают Испанию, Германию еще. Ну, в общем, все так или иначе сборные, есть у них свой какой-то свой стиль, свой напор. А такой еще тоже острый сложный вопрос. Шахтер будет Донецким или останется Украинским? Ну, очень сложный вопрос. Я думаю, что тут многое зависит и от народа нашего. Вот. Потому что мнения, мнения разные, разделяются. Поэтому, ну, сегодня наверняка он даже при всем желании шахтер здесь играть не может, потому что здесь никто не может. Профессионального спорта здесь нет. Ну, а дальше, я думаю, будет зависеть от народа все. От народа Украины, прежде всего. Давайте так. Вот здесь можно поставить такую аккуратненькую точку или троеточие. Спасибо, друзья. С нами был Григорьевич Петров, президент Футбольного союза ДНР. Приятного было у вас. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok